Про G8 мы вспомнили, давайте тогда еще про G20 вспомним, потому что долгое время Путин говорил о том, что я не знаю, поеду, не поеду, потом сказал, что ладно, таки поеду, Мишустина даже вместо себя хотел отправить, потом сказал, что вроде как будет в этом участвовать во всем, но в какой-то момент вышел Джо Кавидода и сказал, слушайте, я не уверен, что Россия приедет, ну потому что как-то есть у меня такое какое-то внутреннее чутье, что им здесь как бы вот не очень рады, наверное. После этого Путин сказал, ладно, я выступлю онлайн. Президент Украины Владимир Зеленский тоже сказал, что как бы мы будем в G20, пока мы не говорим в каком формате, потому что будет видно ближе к G20 и будет понимание, как будет, будет ли обстрел России, какая будет обстановка в Украине здесь у нас. Ну и собственно там же сразу те же Соловьевы и Скобеевы начали рассказывать о том, что вот видите, президент Зеленский, он значит повторяет за Путиным. Путин сказал, что вот онлайн будет выступать, и вот президент Зеленский будет выступать онлайн. Ну президент Зеленский всегда говорил, что он не будет участвовать в этом саммите, если Путин будет физически в Джакарте. Его позиция совершенно не изменилась. Ну лучше послушать, что сегодня с утра Скобеевы и Шапиры говорят о Херцоне. Вот вы правильно сказали, украинский генштаб молчит, а вот они не молчат, там паника. Ну спасибо вам за прекрасную новость об этом спермоусоре. Вряд ли он погиб в автокатастрофе, видимо его прикончили свои. Слишком много он болтал и уже стал слишком опасен. Ну вот такова судьба всех этих предателей и коллаборантов. Я, вы знаете, тоже вот буквально сегодня задавалась вопросом, почему он каждый раз записывает вот эти видосики и рассказывает об обстановке в Херсоне, а не тот же там Сальдо, почему он решил взять на себя эту функцию. Ну и видно, такой вопрос возник не только лишь у меня, а еще у кого-то, кто решил этого стримаусова убрать. Вот говорят, оккупационные власти уже подтверждают информацию о том, что действительно он таки погиб. Ну что ж, я говорю, я пока фото не увижу ДТП и вот этого вот всего, я в это не поверю. Какая вы жестокая и непримиримая, господин Стримовос. Нам нужны доказательства, потому что мы уже видели, как и Сальдо травили, как он вышел из игры на несколько месяцев, а потом снова вернулся с красивой улыбкой, а мы уже успели обрадоваться тому, что его нет. Поэтому, извините, мы заранее не радуемся уже, поэтому мы ждем подтверждения информации.